Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии в среду, 6 января. Меня зовут, наконец, Александр. И сегодня мы с вами рассмотрим самые ключевые события предстоящего дня. В первую очередь, давайте подведем итоги вчерашней встречи стран-участников ОПЕК+, на котором страны все-таки договорились о том, что на период февраль и март добыча нефти не будет увеличиваться и останется на уровне января месяца. Но, тем не менее, такие страны, как Россия и Казахстан, будут постепенно увеличивать свои квоты по той причине, что в Саудовской Аравии нет зимы, а в России и Казахстане она есть. И Саудовская Аравия готова пойти на компромисс, сократить на собственную добычу в пользу того, чтобы Россия и Казахстан увеличили свою, но для собственного потребления. То есть, эта нефть будет употребляться только внутри этих стран. На этом фоне, конечно, вчера мы с вами увидели резкий рост нефти марки Brent. Нефть с отметки 50.60 выросла буквально до уровня 54. Очень стремительный рост, буквально в считанные часы. И учитывая, что тенденция по нефти остается положительной, а пересмотры добычи будут только на апрель месяц, на следующем заседании, то, безусловно, долгосрочная тенденция по нефти остается положительная. И если посмотреть на это с точки зрения технического анализа, то следующий уровень по нефти можно выделить 60. То есть, еще плюс 6 долларов и больше 10% к текущей стоимости. Такие цели по нефти сейчас. На этом фоне можно также присмотреться к валютной паре доллар-канадский доллар, которая также, безусловно, зависит от стоимости сырья. И сейчас доллар-канадский доллар котируется на отметке 1.2660. По моему мнению, нисходящая тенденция продолжится. И следующий уровень сопротивления по доллар-канадскому доллару это уровень 1.25-2.5.30. Вот ближе к этому значению. Поэтому я рассматриваю сейчас по канадцу позиции на продажу вот с такой среднесрочной целью. Сегодняшний день также очень важен тем, что сегодня состоится подведение итогов выборов президента в первую очередь. Сегодня мы ждем утверждения о том, что Джо Байден следующий президент. Ну а также сейчас идет нешуточная борьба за количество мест в Сенате. Напомню, что по итогам выборов, которые прошли 3 ноября, сейчас большинство имеют республиканцы. Общее количество мест в Сенате 100. Из них 50 сейчас принадлежат республиканцам и 48 демократам. Примечательным является то, что сейчас идет пересчет голосов в штате Джорджия, где как раз-таки и идет борьба за вот эти два места. И если республиканцы получат еще хотя бы одно место в Сенате, то у них будет явное большинство. И это означает, что следующему президенту, пока мы считаем, что это Джо Байден, будет достаточно тяжело проносить свои законопроекты через Конгресс, потому что большинство не у его однопартийцев, а у сторонников Дональда Трампа. Кстати, если присмотреться сейчас к поведению Дональда Трампа, то можно отметить следующее. Издание «Политика» буквально вчера опубликовало интересную статью о том, что в личных беседах Дональд Трамп уже достаточно давно признал свое поражение, но он не делает это публично и все-таки рассчитывает на своих однопартийцев, о том, что именно сегодня, когда они получат большинство, они будут пересматривать итоги выборов президента. Трамп до сих пор на это надеется, он борется до конца, поэтому будем смотреть за тем, все-таки, кто сегодня получит большинство в Сенате. Важное событие. Давайте теперь перейдем к экономическому календарю. Сегодня, по традиции, каждого среду в 18.30 статистика по запасам нефти, а в 16.15 выходят данные по количеству новых поданных заявок на получение пособий по безработице от ADP и в 22.00 публикация портоколов ФОМС, что также является очень важной новостью. Итак, давайте теперь перейдем к прогнозам по рынку. Позиция по евро-доллару вчера достигла моего тейк-профита и закрылась на уровне 1.23.11. Следующая цель 1.24. Восходящий тренд, я думаю, будет продолжаться, поэтому я продолжаю рассматривать позиции на покупку. На фунт доллар так и не развернулся, это была локальная коррекция, фунт продолжает расти и, скорее всего, протестировать свой предыдущий максимум, поэтому по фунту опять-таки позиции откладываются. Вчера была попытка входа на продажу, но она была закрыта. Индекс S&P 500 сейчас находится в восходящем канале. Текущая отметка 37.15. Я все-таки жду, что S&P 500 еще раз протестирует свой максимум. И вот следующую цель рассматриваю 1.37.75. Также давайте рассмотрим акции технологического сектора. В первую очередь это акции компании Tesla, которые начинают расти вне зависимости от того, какая выходит новость, положительная или отрицательная. Вот сейчас акции Tesla торгуются в районе 750 долларов, но можно поставить следующую цель 800. Непонятно, когда акции начнут разворачиваться, но пока это именно та компания, которая привлекает к себе больше всего внимания, потому что акции очень стремительно растут. Акции компании Apple, о которых мы с вами также ранее обсуждали их, за ними наблюдали, сейчас скорректировались и котируются на отметке 130 долларов. На мой взгляд, что следующую цель можно поставить 140, потому что цена находится в восходящем канале и весьма вероятно, что в ближайшее время также начнет расти. Ну, на этом мы с вами разобрали все ключевые события предстоящего дня. Желаю вам успешной торговли, сегодня действительно очень насыщенной. Всем успехов и до новых встреч. До свидания.